Сказал Карабукин Ани, блаженно улыбнулся и уснул под музыку. Через минуту в подъезде раздался зычный голос проснувшегося Толика. «Ференс Лист!» — сказал Толик. Сильно испугавшись сказанного, он озадаченно потер лысую голову, потом лицо его разнесло кривой улыбкой. «Господи!» — прошептал он. «Твоя воля!» Однажды Николай Игнатьевич съездил на лифте домой и привез оттуда к завтраку термос чая, сушки и бутерброды. Он был счастлив, счастлив полноценным счастьем миссионера. Грущики не спали, они общались. «Все-таки Анатолий, — говорил Карабукин, — я не могу разделить ваших восторгов относительно губайдулина. Уволите! Может быть, конечно, я излишний консервативен, но мелодизм, коллег! Как же без мелодизма!» — Алексей Иванович, — отвечал лысый Толик, прикладывая к шефообразной груди огромные ладони, «Мелодизм безнадежно уставил». Еще в 1903 году, так вы, конечно, помните, «Скрябин» писал Танеева. Тут они заметили подошедшего клиента и внимательно на него посмотрели, что-то вспоминая. «Простите, что вмешиваюсь», — сказал клиент, «но давайте попьем чайку и двинемся». «Куда?» — спросил Карабукин. «Как куда? Вниз?» «Не хочется вас огорчать, Николай Игнатьевич», — сказал Карабукин и нежно погладил лаковый бок Афенбахера. «Но вниз мы пойдем без него». «Как без него?» — не понял, Глент. «Одни». «Да как же одни?» «Ну-ну», — сказал Карабукин. «Будьте мужчиной». «Видите ли, мягко объяснился Толик, я ведь не подъемный кран». «И Алексей Иванович тоже». «Унизительно, согласитесь, тяжести на себе таскать, когда повсюду в мире разлита гармония». «Я вам доплачу, доплачу», — позорно забармотал клиент, шаря по карманам. «Эх, Николай Игнатьевич», — укоризно протянул Карабукин. «Даже странно слышать от вас такое. Что деньги?» — заметил лысый Толик. «Без смерти не купишь». «Они по очереди пожали клиенту вялую руку, спросили у него адрес консерватории и ушли. клиент сел на ступеньку и минут пять неотрывно смотрел на Афенбахер. Он чувствовал себя миссионером, съеденным во имя Христа. Потом он мысленно попробовал Афенбахер приподнять. Мысленно умер. А потом воля к жизни победила, клиент вызвал лифт и направился к магазину. Через пять минут он вернулся с тремя мужиками, которым как раз переноски от Афенбахера. И не хватало, чтобы наклюкаться, наконец, до долгожданных лысых ежей. Мужики впряглись в оставленные грузчиками ремни и с криком понеслись вниз. Через пять минут сильно постаревшие они упали на лестничную клетку и начали дышать кто чем мог. Слышь, хозяин, заявил, наконец, один из вольноноемных, ну-ка, по-быстрому сбацал, что-нибудь, да? Ага, сказал другой, пока все равно лежим тут. Ты это, сказал третий и почесал голову сквозь кепку. лунную сонату. Лунную сонату. Знаешь, все трое уставились на работодателя, и он понял, что его звездный час наступил, «А вот хер вам все нарыло», сказал хозяин Акибария. Отдохнули и вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...